Село-городище Старооскольского района. Именно тут, в небольшом доме, живет семья Поповых. Десять лет назад Виктор и Ольга решили заняться сельским хозяйством. Начинали с малого. Начали с ничего. Была земля родительская у нас. И в аренду взяли. Начали с этого. С небольшого, как говорится. Попробовать. Просто попробовать. Ну и потихоньку-потихоньку стали развиваться. Сегодня они крупные производители сельхозпродукции. А именно на просторах Староосколья они выращивают зерновые, пшеницу, лечмень. И лето для них – это отнюдь не каникулы, а наоборот – тяжелый труд с утра до вечера. Сейчас мы проводим подготовку почвы к урожаю 2018 года. В общем, у нас полторы тысячи гектаров земли. Из них 40% в собственности – основное в аренде. Трое детей Ольги и Виктора также с головой в сельском хозяйстве. Хотя на первый взгляд этого совсем не скажешь. Особенно дочки Марина и Ольга, которые полностью ломают стереотип сельской девушки. Ольга как бы занимается бухгалтерской работой. Экономист-бухгалтер. Марина у нас больше как кладовщик идет по снабжению. Сын на комбайне, на тракторе, на машинах. А это ток, где поповы хранят и продают уже собранный урожай. Правда, в этом году погода не благоволила к высокой урожайности. Но это объективная причина. И поделать с этим ничего нельзя. В этом году мы убрали 800 тонн ячменя и 3000 пшеницы. По сравнению с прошлым годом это мало, потому что погода нам чуть не помогла. Дождей не было. Будем надеяться на лучшее. Может, в следующем году что-то будет лучше. Когда вы кушаете хлеб, то знаете, первыми, кто приложил руку к тому, чтобы в вашем доме появилась буханка – это семья Поповых. Великое дело, которое делает обычная семья из самой обычной российской глубинки. Да, не посмотри.